Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова арт-студия и ее замечательный творческий гость. Поистине сегодня гость у нас уникальный. Это известный эстрадный певец, лауреат международных конкурсов «Звезда», отечественной эстрады, поэт-композитор Игорь Наджиев, который специально прилетел к нам на передачу. Я все больше чувствую себя угрома с нотком. Я вот, знаешь что, Саша, хочу сказать, звезды, звезды, звезды на небе. Я всегда тоже сторонник того, что я говорю. Если ты считаешь себя звездой, будь звездой на сцене. Вот свети там, согревай своим творчеством людей, на сцене творчеством своим, служи людям. А в жизни надо быть человеком, и желательно хорошим человеком, простым человеком. Тогда давайте условимся, что слово «звезда» я к вам применяю именно в профессиональном отношении. Спасибо. Передо мной замечательный артист. Концерт, которого я видел в Москве, и это потрясающее зрелище, это 4 часа живой работы. По-моему, больше пел, и то по юбилеям, только Кобзон. Да, Йоси Давыдович, но он мог себе позволить такое. И я вот ежемесячно стал делать такой ресторан «Клуб Шагал», концерты там, и последние вот свои программы. У меня по 43 песни я пою. Мне говорят, Игорь, этого не может быть. Я говорю, ну вот, я говорю, благодарите Богу, что это не концертная площадка, потому что, я говорю, ни на одной концертной площадке не дадут спеть 43 песни. Я видел, как вы работаете, как вы выходите в зал, как какой-нибудь против происходит. Саша, ну так работают все профессионалы. Вот я говорю, почему мы говорим о Валерии Яковлевиче Леонсе? Он всегда так работает. Вот я говорю, всегда, когда приходишь на его концерты, и потом за кулисы, я говорю, спасибо за мастер-класс. Каждый раз мастер-класс. Ты выходишь, и тебе жить хочется после такого концерта. У тебя вот крылья какие-то вырастают. И, как вот мне всегда говорят, Игорь, вот мы приезжаем специально из других городов на ваши вот эти выступления. Говорит, и вот просто, говорит, как глоток свежего воздуха. Я говорю, и слава Богу, если это, есть возможность. Мы созданы друг другу в вытешении. Жизнь очень трудная, очень тяжелая, очень непростая. Многие вот сейчас в связи с этими болезнями, все, боятся смерти. Я говорю, не смерти надо бояться, надо бояться непрожитой жизни. Успейте прожить свою жизнь. Успейте исполнить вот этот замысел Божий, который вложен именно в вашу жизнь. Ведь каждый на земле рожден замыслом Божьим. Каждый для чего-то нужен. Кто-то в своей профессии какой-то. Кто-то в своей доброте душевной. Кто-то своими делами, поступками, служением Родине, служением народу. Каждый для чего-то нужен. Ну, я говорю, конечно, о хороших людях, о светлых и о добрых. Знаешь, это счастье, знаешь, мир прекрасен. Просто я дышу тобой, слышу голос твой на дорогах звезды. Может быть, в далеких вселенных, звезды позабытых галактик. Так же, как и ты и я посреди огня быть мечтают вместе. Может быть, судьба так решила, небо подарила случайность. Только я ведь без тебя не прожить и дня не смогу, ни в силах. Знаешь, это счастье, знаешь, мир прекрасен. Просто я дышу тобой, слышу голос твой на дорогах звезды. Я не знаю, что будет дальше, дальше, выпадет нам чё или нечёк. Верю, знаю, нас с тобой, вся моя любовь оградит от больших. Снова ночь уходит, прощаясь, солнце пробуждая с рассвета. Только я в волшебном сне приходить к тебе буду, обещаю. Знаешь, это счастье, знаешь, мир прекрасен. Просто я дышу тобой, слышу голос твой на дорогах звезды. Знаешь, это счастье, знаешь, мир прекрасен. Просто я дышу тобой, слышу голос твой на дорогах звезды. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба- я не так давно пересмотрел вот акулы пера я видел как меловые тогда будучи тарской человеком достаточно молодым по парировали какие-то какие-то выпады вот тех акул пера которые тогда тоже такого достаточно юного я помню как сережа соседов вы считаете нас за зрителей мы так низко типа пали в вашем лице я бы почему же вы низко поляга на вас но поднял и вы для меня зрители такие же тоже зрителями самое дорогое самое главное что из жизни для любого артиста если он настоящий артист он живет зрителем он живет для зрителей кому нужно творчество если ты его сделал и это никого не согреет никому не нужно кому это нужно как я всегда говорю мы создают друг другу в утешении мы должны помогать если творческий человек ты должен помогать своим искусством людям жить все искусства на земле балет ли кинематограф книги писали или там картины писать это все для того чтобы украсить эту жизнь дать какие-то мысли о том что все будет хорошо все будет хорошо ты видишь какая красота вокруг движ какие красивые отношения могут быть между людьми и вот погружаясь в это правильно хочется жить я знаю что вы верующий человек да что дает вам вера все вот великие слова авроси оптинского великого старца как он говорил а чего бывает человек плохо от того что забывает что над ним бог все его же высказывание где просто там ангелов суста где мудрено нет ни одного его же такой вот в вечность просто посыл как жить будет как жизнь меня спрашивает жить не тужить никого не осуждать никому не досаждать и все мое почтение как ведь все просто в вашем репертуаре есть песни не только о любви ну лирика это понятно это вечная тема но есть очень много песен патриотического содержания в частности вот Русь многонациональная и другие и меня всегда спрашивают почему игре эти песни мы не видим на теле экране я говорю вопрос не ко мне к теле экрана у меня к сожалению нет в шоу-бизнесе отечества это же не закончила мою жизнь физическую я живу я пою я выступаю записываю новые песни как говорится когда получалось гастролил вот слава богу и не только в россии вы же в америке работали работа в несколько раз причем да было это все прожит очень большая жизнь и творческая и насыщенная и грех жаловаться когда мне говорят вот игорь вы вот последнее время стали вот верующий такой человек и у вас песни очень о вере вот в бога все выгод в монастырь не собирается я говорю понимаете я говорю есть я говорю очень мудрые изречения святого я считаю старца и она крестьянкина почему вот люди думают что обязательно монстре люди спасаются и монстре можно не спастись каждый на своем месте я считаю что я занимаюсь правильным делом если меня благодарят за песни которые появляются новые в моем репертуаре если меня благодарят за концерт за выступление пусть даже в клубе ресторане но меня благодарят за это люди приезжают из других городов они собирают эти крохи деньги которые понятно с таким трудом зарабатываются и они выделяют эти деньги для того чтобы приехать и посмотреть меня и как мне всегда говорят игорь всегда заваливают тебя цветами я грудь да они как на концерт приходит я грудь да не гадит не как в ресторан они как не есть приходит я грудь да они они приходят посмотреть послушать если по длительности концерта я сравнил вас с кобзоном то по количеству цветов могу сравнить с леон ваш путь на эстраду он был не таким так сказать не прямым извилистым непростым непростым достаточно это уже я говорил об этом неоднократно и можно сказать еще ну что рассказывать родился в астрахани я такой же волжский мама у меня была кочегаром на хлеб в заводе вот папа инженер простой они к искусству никакого отношения не имели мама мечтала стать певицей да она экстерном поступила в астраханское музыкальное училище и приехали сестры когда узнали что она поступила она потому что родом из села сасахоли сасахоли харбалинского района астраханской области ты чё поступил ты а родители стариков бросил на кого давай забирай документы возвращайся в деревню обратно да ну и она забрала и на месте так говорил сынок ну вот зачем я тебя подтолкнул она мне всегда рассказал гэд вот глупая была гэд не знаю не почему-то гэд обязательно гэд днем на кладбище местное значит деревенская уходила и мне казалось что кресты грит это мои зрители и я гэд вот встану на какую-то заросшую могилку и начинаю гэд либо пела гэд либо стихи читала быть на волгу честь стон раздается над великой русской рекой я говорю маму вот игорь вот для ушедших а я для живых а теперь понимаю вот уже стал это понимать душа бессмертных у бога все живы на своих концертах на своих выступлениях я пою и для тех кто слышит меня вечной жизни почему особенно стали вот последнее время меня благодарить потому что первое отделение всегда стараюсь сделать как бы вот этот месяц я смотрю по датам дни рождения чьи это были дни памяти тех кого я ценю кого я люблю в творчестве нашем и вспоминаю их и песни их пою это очень вот с таким трепетом воспринимается людьми жизнь складывалась так что определенное время достаточно длительное вы провели за рубежом в соединенных штатах работали несколько раз ностальгировали по ой просто не то слово не то слово как я же вас называют перс со славянской душой да это была статья кстати сережа соседов он написал это перс со славянской душой обо мне тогда в америке очень вот я говорю я ощутил это особенно когда полгода мы работали в 2000 году в лас-вегасе со мной были иконочки спасителя там богородицы я я смотрел на эти иконы господи неужели я всю жизнь должен здесь остаться потому что планы то были что это шоу останется там надолго и нет я я не мог я вот правильно говорят тут что такое ностальгия ты понимаешь там уже все чужое вот понятно что меня специально провозили вот что вот здесь вот березки посмотри вот они похожи на я бы не до них все равно не американские они не русские я а я я Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 и как вот я беру вот ничего случайно не бывает 30 лет прошло и какая вот судьба у этой песни появилась теперь второе дыхание как говорят я бы ну и слава богу а у шоу-бизнес российский вы сейчас вспомнили знаменитые как сейчас модно говорить культовые фильмы юнгвальд хелькевича продолжение наших всеми любимых мушкетеров в которых звучал ваш голос вы пели песни максима дунаевского и леонида петрович дербенева нас на стихи леонида дербенева вот это ведь тоже ваши отцы абсолютно я почему я я считаю их вот своими крестами как бы в творчестве потому что я вспоминаю всегда слова леонида петровича как у меня свое время говорил игорек наступит время ты будешь популярен ты будешь любим очень но всегда помни о том кто помог тебе кто поднял себя со дна неизвестности на вершину успеха и вот я помню леонид петрович царство небесное я помню как его называю мой добрый ангел на небесах сколько я говорю историй к сожалению опять же чтобы я появился на телекране вера ванна дербенева дай бог ей здоровья она всегда отстаивала меня чтобы я обязательно был в вечере памяти леонида дербенева я вспоминаю как есть давайте кабзон ругался с руководством одного кан телеканала который тогда снимал этот концерт долго знает что его вы его вырежете ну что же вы даже гэтт мальчишки не даете выйти на сцену кремлевского дворца съездов вдова горит сидеть будет зрительном зале она хоть порадуется на к нему как сына относится что что же вы делаете и формат агет мы тогда все не формат концерты все поют песни на стихи дербенева ваш выбор вашего пути профессионального творческого он произошел довольно рано я знаю что вас как бы не было этот этот вопрос не стоял кем быть да вы восьмом классе да я уже написал хочу садись родным певцом на что классно руководительница дина чернышева она не знал что написать но советский союз профессии эстрадный певец склонен к музыкальному образованию написала вот так вот ну и пошел мальчик называется потому что закончив восьмой класс я уже был солистом ансамбля трикотажного комбината астраханского и у меня же были какие-то вы выезды там агитбригады что-то где-то я выступал что пели первые песни с его и всего да это вели веще профессионально это весь репертуар конечно который был как раньше проходила утренней почты же все садились записывали какие-то новые песни которые появились и сразу все это моментально там появился на недельку до 2 я уеду в комаров моментально значит я стал это петь песни естественно и юрия антонова и из репертуара михаила боярского естественно песни леони петрович терминева и максим дунаевской городские цветы и все это еще с ними знакомы не были абсолютно или но уже пел но уже пел да и вот так собственно говоря вот я смотрю на вашу студию и мне так тепло отсюда вот просто потому что это вот я сразу вспоминаю астраханскую студию телевидение где у себя на родине я точно так же вот снимался были концерты делали и приглашали меня я выступал пел такие теплые воспоминания и вот 88 год такой переломный я получил при зрительстве симпатий последнего конкурса на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества как илона броневицкая вспоминала недавно ведя концерт один на год больше горит это же представляю меня это же было с нами и что-то он получил без презрительских симпатии со скандалом на получил его и получилось так что вот как раз тогда царство небесное олегу марусева он вел этот помню конкурс и он мне тогда сказал игорь тебе нужно перебираться в москву ты уже год не в астрахани ты еще не в москве а тебе уже нужно перебираться в москву потому что ты астрахань перерос и вот так постепенно постепенно как-то чего-то никаких знакомств ничего кто-то вот чего-то там где переночевать я вспоминаю это не стыжусь я говорю до реконструкции повелецкого вокзала где я спал я грезь бы ник реконструкции не было можно было потом табличку повесить здесь спал игорь наджиев когда кто-то рассказывает подобные истории вот про вокзалы всегда как-то хочется не поверить кажется что это ну творческое преувеличение нет это абсолютная правда это наверное удел многих провинциалов москве которые хотят чего-то добиться и начинают вы кстати как-то по моему в акулах пера в программе которую я уже вспоминал говорили что вот очень сильно все прирастает провинции скандал сила заключена в парапса венца а абсолютно мы тоже сейчас в общем-то находимся в провинциальном россии я всегда говорю когда начинают вот такой акцент делать в сторону вот москва центр там санкт-петербург никто не говорит это действительно столица нашей страны но если не будет малых городов россии не будет россии вообще россия это не два города и не три это огромный список городов и каждый со своей самобытностью со своей историей глубокой культурой это очень важно беречь а сколько сейчас артистов которые не видят выхода которых ну вот перед вами прямой пример называется который сидит и как мне всегда игре ну почему вас нет на телекрате ну почему ну почему нам пихают что-то я говорю да вы у меня спрашиваете я тоже так и смогут задать вопрос мне намного интереснее было бы я не знаю концертная программа с жанны бичевской дай бог ей здоровья с леночкой камброви дай бог им здоровья тоже потрясающие великие певицы не интересно что они делают и слава богу еще очень много живых настоящих творцов показывайте их рассказывайте о них чем они живут ведь вы же считаете себя преемником той эстрады которые ранее и тот список отцов искусстве который прилагался к вашему недавнему клипу настанет миг он тоже в общем-то тому свидетельство потому что там хотя и не только российские фамилии но это все это в любом случае такого это что старая школа старая школа там борис сергеевич бурунов там леонид петрович дербенев это люди которые мне жизни очень много сделали добра там если я сделал вот всех перечислить это не хватило бы этой фонограммы этой песни махмуд и самбоев тот же вот олег маросев мы вспомнили о нем гелена марсина великанова евгений птичкин марк фраткин даже моей жизни принял участие восемь шестом году это сочи 86 мой первый конкурс я появился впервые на профессиональной сцене и я счастлив что вот судьба меня сводила с этими людьми я вспоминаю как мы летели на самолете вместе с сашей серовым дай бог здоровья ирочкой хоть и вы как раз момент был когда впал в кому жени белоусов а мы летели на какой-то концерт в питер ностальгии помню кажется радио тогда делал это и мы как-то отсели отдельно это всех и мы стали разговаривать и я говорил я говорю дорогие мои белья вырезал вот журналы саши игры с тобой ирочка с у меня были целый коностас был они это что да и не саша рассказывает серов он конечно я понимал что том джонс гостю но обязательно я понимал что есть муслим агамаев что есть валерий абазинский что я должен вот идти и соответствовать этому уровню преемственность а если это преемственность происходит значит есть традиция если есть традиции значит из культуры а если есть культура значить есть страна есть народ то что делает сейчас вы посмотрите игры на мой гарри который я делал в начале 90 годов я говорю то что делал я тогда не делал никто у нас я горю и не тогда не случайно говорили где ты опережаешь время все уже было и не случайно когда я работал в америке я говорил я говорю я если я выступаю с грим на лице это не значит что я как бы вот пытаюсь себя самоутвердить именно только я такой я бы я отдаю дань уважения королю русской эстрады александру вертинскому в первую очередь потому что он был самым первым задолго до кис аэросмит и всех ваших кумиров на пресс-конференции в америке со мной согласились конечно выступал гриме первого спасибо вам огромное за то что вы прилетели к нам на передачу это очень приятно я думаю что с огромным удовольствием наши зрители послушали ваши песни послушали нашу беседу я надеюсь что это не в последний раз что вы еще дай загляните в нашу студию загляните в наш город с удовольствием будем надеяться с концертами спасибо вам огромного удачи в творчестве в нашей арт-студии был артист певец композитор поэт звезда в том самом значении большого профессионала российской эстрады игорь наджиев где-то меж землей и небом между тем где был и не был между завтра и вчера не мои и вечера меж закатом и восходом между домом и недомом между надо и хочу то хожу я то лечу в жизни все то между между потому что жизнь дорога пункте а живет надежда у пункте б ждет встреча с богом В жизни все то между, потому что жизнь дорога В пункте А живет надежда, в пункте Б ждет встреча с Богом Между севером и югом, между недругом и другом Меж удач и неудач, кони рысью или вскачь Между сушей и водою, между счастьем и бедою Меж падений и побед, быстрый свет и долгий след В жизни все то между, потому что жизнь дорога В пункте А живет надежда, в пункте Б ждет встреча с Богом Между нужным и напрасным, между обдуманным и страстным Меж добром и злом всегда, чувства, мысли, череда Между будущим и прошлым, между истинным и пошлым Меж успехов и невзгод, вновь и вновь душа поет В жизни все то между, потому что жизнь дорога В пункте А живет надежда, в пункте Б ждет встреча с Богом В жизни все то между, потому что жизнь дорога В пункте А живет надежда, в пункте Б ждет встреча с Богом В пункте А живет надежда, в пункте Б ждет встреча с Богом Субтитры создавал DimaTorzok